Всем привет! Вам нужны деньги для инвестиции, но в наличии нет денег? Что делать? Можно взять в кредит, а можно накопить и не влазить в долги. Это Вячеслав на канале Dividend Invest World, канал об инвестициях и пассивном доходе. В этом видео я расскажу, как можно накопить деньги быстро и не влазить в долги. Первое. Тратьте меньше, чем вы получаете. Этот закон работает давным-давно и также числится секретом богатства. Если вы будете больше тратить, чем получаете, как вы будете откладывать деньги? Также вы можете найти дополнительный заработок к вашему актуальному доходу. Например, работа по выходным в субботу или воскресенье. Таким образом, вы повысите свой доход и можете сразу начинать откладывать деньги. Я, в свою очередь, на протяжении 5 лет работал по субботам дополнительно к своей регулярной работе, чтобы накопить первоначальный капитал для инвестиций и закрыть кое-какие кредиты. Второе. Откладывайте деньги в начале месяца. Так сказать, заплатите сначала себе, а потом всем остальным. Это ваш труд и ваша зарплата. Поэтому платите сначала себе, а потом всем остальным. Таким образом, вы будете вынуждены жить на остаток и будете вырабатывать в себе дисциплину. Третье. Избавьтесь от кредитов. Избавляйтесь потихоньку от кредитов и не берите новые. Но причем здесь невероятно важно. Уже в этот период откладывать деньги. Так как некоторые кредиты, например, за дом или квартиру, вы будете выплачивать более нескольких лет. А за это время можно накопить определенно хорошую сумму. Четвертое. Введите учет своего бюджета. Если вы собираетесь копить деньги, то важно ввести семейный бюджет. Не бездумно тратить средства, совершая покупки и оплачивая счета. А ввести учет всех расходов и доходов в течение месяца. Таким образом, вы можете понять, сколько денег потрачено напрасно. И в чем можно в следующем месяце сэкономить. Пятое. Обдумывайте новые покупки тщательно. Нужна ли вам та или иная вещь и могу ли я ее себе позволить. Невероятный лучший способ не покупать сразу, а подождать и обдумать это нескольких дней, а лучше недель. Взглянуть на свой бюджет, а потом принять решение. На этом все. Напоминаю, что вы можете больше найти информации на моем канале. Спасибо за просмотр. До встречи.